всем привет с вами дядя володя страшный буля и маятник задний от этой страшной рамы более проверил нормально сделали нормально покрашена рама буля он обследует раму 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 смотри иди сюда сюда иди сюда раму посмотрел рама рама это рама мотоцикла от белочки белочку любишь рисунок будешь белочку ловить или сюда он очумел отчасти куда тебе понесло как ребят смазок у меня всяких разных много всякие не только не только такие твердые смазки но как бы пластичные есть жидкие есть и еще всякие разные есть ну в общем очень много но я предпочитаю летал 24 человек на мой лучшего толотницу ты сделал типа заправь заправь вот втулки втулки маятника заправь негролом будут смазано там хорошо ребят в жару не играл все равно будет протекать течь я тут лишний раз в говори у себя этот бензин в этот поплавковой камере подсасываю чтобы не потекло под мотоциклом стараюсь а тут будет у меня тут ну зачем в общем конструкция какая вот маятник дальше маятники там втулки забиты вот они видны до уступ втулок вторая втулка втулки забивается у них там тоже есть уступ такой проточенный вот они там стоят втулки там ну жестко забиты сам маятник работает вот втулка вот а у маятники жестко стоящие прокручивается вот на этом вот вот на этих вот втулках втулки или как назовите вот так вставляется туда 1 с одной стороны они немножко торчат сюда выступают за пределы между ними установлена вот такая вот распорная так сказать втулка это втулка видите раскорячилась уже поэтому втулку мы будем вот у меня еще одна была каким-то отрезанная так по феншую либо ее либо у меня есть трубка в общем на тот комплект новый что я покупал не хочу его трогать я лучше сдам лучше 500 рублей назад в общем так и все это на оси крепится ось проходит сквозь это все но здесь естественно уши уши вот эти я не вот одно ухо второе и ось стягивает уши уши сюда нажимают типа того и между собой стягивают я все это стоит в едином а маятник вот вот относительно вот этого и вот этого болтается там туда-сюда ходит чтобы по влево вправо маятник не ушел вот эти вот вот эти вот втулки они там уперты вот вот в эти вот видите выступ это видите конечно почему не видите если если вот это дистанционная втулка будет короткая или вот так вот зажата уже то они упрутся там вы их подожмете и они будут зажаты от нас это будет относительно маятника зажата тоже будет неправильно если сделаете для слишком длинную втулку то они будут здесь выходить и вот у этого у этой трубы будет люфт туда-сюда ходить влево вправо болтанка то есть должен быть размер правильный правильный размер для этого существует книга 3 раз листаю книжку и заднего маятника не нахожу может вы тут видите его и у тут не вижу где же где же за этим маятник чем я его здесь не вижу в общем листаю дальше ну наконец нашел ну вот что я вам рассказывал но я еще не упомянул что здесь на краю стоят уплотнительные кольца резиновые и потом самого края эти кольца удерживают такие шайбы и они закернены в трех местах от выпадания но собственно мы видим весь конструктив заднего маятника ну ладно будем сейчас мерить держать пилить буду новую втулочку или вот эту сейчас буду проверять вставлю насколько там болта . будет в общем сейчас что не сделаем потом я все это соберу на смазочку промажу еще лежит тоже надо помазать тулочку и забубенить на раму сразу поставить ай-яй-яй в общем хотел вам показать и не хватило мне 3 руки я с радостью применю подаренный мне штатив спасибо человеку спасибо ну и так значит вставляем втулку ось и нам нужна промежуточная втулка как видимо старая ржавая а кем-то сделанная она выше видите прям видно что она выше ну допустим что ее сделали правильно допустим то есть берем одеваем втулку и вставляем нашу втулку наружную и как бы чтобы вам было видно как бы их вместе и вот сейчас эти две втулки вот они там вставлены вот так между ними втулка видите вот она шевелится там же еще такие выборки вот в этой штуке в трубе в которые вот торцы упираются и вот они из-за того что втулка большевата не доходит вот такой люфт получается то есть втулку нужно укорачивать собственно мы сейчас не займемся то есть упоротить ее нужно будет подровнять но я думаю что где-то миллиметра 2 нужно будет убрать как раз здесь вот корявка какая-то мы источим подработаем и проверим ну и также нельзя сделать допустить как я вам говорил очень короткая чтобы она вот эти втулки торцами не поджались там к маятнику иначе они будут зажаты будут все это все это будет насмарку подработал немножко теперь уже не так она выделяется по высоте и сейчас будем смотреть что у нас из этого получилось берем вставляем вставляем отставляем штатив чтобы было всем видно что мы смотрим вставляем так где наш который наш я уже потерялся а вот над колоной и выставить он цветы так смотрим и теперь видим вообще там практически нету вихляния вот так и оставляем вот они кольца типа стопорные и уплотнительные резиночки движки вот одна вот вторая часа их от мой очищу попробую туда их задубасить потом еще думаю если будет какой-то зазор у нас здесь либо ставить вот эти вот шайбы вот так будет выглядеть сюда две шайбы не вмещается вот одна толстая вместилась и все поэтому место раз одна такая влазит вместо двух таких будем применять две таких и еще их немножко сошлифуем кстати ребят продолжаю заниматься и вспомнил что я как-то обещал продубас там на и питере четвертом но дело в том что у нас уже несколько дней идут дожди поэтому продубаса у нас как бы нету у меня всякие зачищалки отвертки пилилки сверлил все лежит нету все подбираю никак вот гайку нашел потому что в гайке не было какая тут конченная была шайбы потоньше ну вот одно нашел хорошую шайба до подходит а второй не было вот такую-то ржавую дырку тут проделала на было сбоку чем ляплю из вам на можно сказать конфетку что только не приходится делать вот такая шайба до толстая делаю из нее тонкую сейчас покажу осталось немножко доточить точу вот этой штукой ну типа все ну стала на тоньше в некоторых местах вместо еще толстая осталось 1 до работать а я я ничего дошло прогресс до невиданных чудес начал подыскивать что туда набить ну жалко общем ли то в этом пространство забить надо какой-то смазкой уже подумал не грола налить а после подумаю у меня же есть с этим какой-то но эта бумажка наверно здесь теперь вот с этим 221 вот такой он белого цвета тут типа тоже похоже что-то что-то на литов похож так это херня была радиатор 10-минутная видите еще осталось он прогнил и вытекает я думаю куда наде она в полная была она он прогнила и вытекла лучше мне там капает с полки короче все это вытекла лучше вообще к это жопа это чё такое типа какой-то для обработки поверхностей какой-то какой-то я поймешь в общем всего много сейчас хочу эту гоносую кое-что выбросил кое-что еще нашел мс мс 1000 но это какая-то подшипник ходит в пять раз дольше будем мазать это литов какой-то тоже такой нормальный литов в общем сейчас на бузу им чё туда только не на бузу им и даже может не ролла нальем ай-яй-яй потихоньку занимаюсь занимаюсь мою кое-что маятник уже вонзил вот так он не сказать что туго а прилически находит эту штуку я развернул чтоб не цеплялась вот здесь все будет по фэн-шую значит что я вот например всегда мне встречались вот такие вот плоские но нашел я вот такие видите как фаска снятого наискось вообще стоит какая красотуля такую красоту ли я редко встретишь ведь от фаски сняты этих прямо всегда прямые встречались значит отмыл гайку верхнюю рулевой оси значит везде виден питинг питинг это вот такое выжирание беговой дорожки здесь вообще все сожрала здесь тоже есть такие дырочки там тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык то есть будем менять у нас где-то есть где-то за номером 706 какой-то новодельный немножко у него тут форма чуть-чуть не такая только но он закаленный все закаленной термообработанной все проверено на пилочкам проверено ставить я думаю что он будет работать кз уп 770 706 к россия снаряжать рулевую рулевую ну и заодно вот это поставлю сейчас и поставлю все-таки у нас будет зимой зимой белочка с коляской обязательно плохарика белочка с коляской для двух райдеров берем подшипник новые ставим сюда в общем как новый-то новый ну чё-то он так вот да будет работать куда он денется а вот старый надо снять он как тут набитый точно вот такая же штука вот набита набита вот на эту гайку и еще этот пыльник стоит жестяной в общем накручиваем берем ключик на 36 внутри 6 и он туда будем постукивать избивать эту штуку сейчас я вам покажу не зря же у нас штатив берем мотолок берем ключ надеваем постукиваем таким образом мы сняли не искалечили не изувечили сами видите все чики-пуки и вот он снятая снятый подшипник сейчас прочитаем название и все со 20 гпз 770 706 вот такой конечно то есть такие найти где ну где же их найдешь в общем я вам показал как снимать так берем и пробуем сюда поставить ну сюда плотненько налазить достаточно плотно сейчас мы даже попробуем поменять их местами вот сюда он плотненько а туда он не налазил вот этот налезет обалденно все все обалденно получилось вошпи вошпи туда смотреть надо вот здесь все не болтается здесь тоже все науки налезла все собираем по двадцать одному шарику вообще-то как бы должно быть главное их не просрать на ли только все лепим вставляем потом не отсоединяем и закручиваем не уходите оставайтесь с нами ну вот новые обоймы забиты при помощи старой обоймы вот так вот наставлял и молочком тюк 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 и все там на месте теперь промазываем литолом набираем шарики и собираем хотите верьте хотите нет но красный фиксатор резьбы нанесенные вот сюда вот так вот он работает как утолщитель резьбы все приклеится сядет и болтаться не будет проверено уже на планетке на коренном подшипники коленвала высыпаем мусору мусор не мешался мусор все мусор вот так стоит если не дай бог соскочит то он уже не укатится у нас так набираем надеюсь что здесь достаточное количество ну и вот же прикол 21 суда зарядил а 22 здесь осталось один запасной да идиотический смех продлевает жизнь короче я поставил и снова снял знаете в чем дело когда я вам показывал про ролики что надо по 21 и говорил 21 ролик вставил а потом у меня 22 осталось думаю что такое вставляю 22 вверх они вмещаются собрал собрал скрутил такой думаю может по 22 надо просто у меня один потерялся хирак он здесь лежит когда высыпал он выскочил сюда пришлось а главное я не доставил то снизу пришлось все разбирать тут ловить их блага летал хорошим держит что там осталось что тут осталось что тут осталось что там осталось в общем выкурнул собрал сейчас снова буду по 22 ролика короче этих почему а я я лох лопать ребят собрал закрутил гайку затягивать ее не следует никогда до безумия по той причине что лучше пусть немножко болтается чем будет перетянут подшипник при перетянутом подшипники ров всегда шариком я их роликами почему-то называл начале видео будет кирдык посмотрите участок упусь брюхом своим смотрите видите вот от руки от руки откручивал не ключом ничего вот так вот подтянули от руки чуть-чуть опустили ведь вот ходит здесь и здесь входит вот это главное все дальше тянуть не надо и не болтается главное не совсем не болталась вот для меня отметка год середина траверса вот эта прорезь вот так вот у меня сошлось вот так оставляю одевая верхнюю траверсу это вот нижняя траверс вот верхняя верхняя это траверсами называются кто не знал скажите мне спасибо я вас получил и сейчас пойду искать там где-то в сарайчике у меня гайка верхняя ей буду уже контрить всю эту систему вот такая вот система в общем что сегодня сделал многое сделал маятник задний поставил поставил такое крепление под растяжку на коляску лапку тормозную поставил все она не болтается вообще супер пупер и поставил рулевой механизм так сказать завтра может быть я переберу перья вилки ну что значит переберу я их помою и помою из заправленного маслом мне так нравится но я хотел сегодня еще бардачки поставить эти прекрасные бардачки но это время уже много мне хочется домой в тепло семье что скажете что семья моим мотоциклы но это часть семьи на самом деле нормальных человек не что семейное мнение чуждо вот так будет у нас смотриц красотуля тут дело в том что нужно отверстие сверлить и в общем подгонять все по фен-шую чтобы было подкрылок задний ставить прикручивать болтики изыскивать красота да красота спасет мир на этой на этой ноте я говорю всем спасибо всем пока до новых встреч с вами был я делал где страшный и бмв с обтекателем хотел матюкнуться